Декабрь 1986. На государственную дачу Заречья 6 к вдове Брежнева Виктории Петровне приезжает делегация из Кремля. Тяжелобольная 79-летняя женщина принимает бывших коллег своего мужа. Но это не визит вежливости. Сотрудники общего отдела ЦК КПСС зачитывают списки подарков, некогда врученных генсеку, которые нужно вернуть государству. От Виктории Петровны требуют освободить дачу. На сборы дают 24 часа. Все вокруг Виктории Брежневой в один момент изменится кардинально. Бывшая первая леди СССР превратится в пенсионерку, вечно нуждающуюся в деньгах. Но был ли такой финал предрешенным? О них ходили легенды. Им завидовали и мечтали оказаться на их месте. Одевалась так, что, ну, просто дух захватывал. Но такой ли уж счастливой была жизнь первых леди? Просила, умоляла, чтобы оставили еще на какое-то время. Запретили. Как на самом деле жили избранницы советских вождей? Были, конечно, вылазки к знакомым дамам. Это тоже имело место. Кем они были? Что искали и к чему стремились? До того, как они познакомились, она и самокрутку могла выкурить и выпить. Легко ли быть женой генсека? Когда мы поднимаемся наверх, то мы меняем одежду, но мы не можем менять себя. И как жить, потеряв статус первая леди? Хотели отказать от всех небольших привилегий, которые полагались. Но тут мешалась жена Брежнева. В широком размахе социалистического соревнования. Добрый вечер. Выкинем. Дорогие товарищи. Среди первых леди СССР этот неофициальный статус Виктория Петровна Брежнева сохраняла за собой дольше всех. Почти 20 лет. Жизнь была безбедной, устроенной и казалась стабильной. Радикальных изменений не произошло и после смерти супруга. Но в перестройку все изменилось. Телевизор в квартире на Кутузовском, куда с дачи переехала вдова Брежнева, каждый день показывал теперь другого генерального секретаря, Михаила Горбачева. Рядом с ним неизменно появлялась супруга, улыбчивая и интеллигентная Раиса Максимовна. О чем думала вдова Леонида Ильича, глядя на эту женщину? Злые языки судачили. В том, что пенсионерка Брежнева была лишена государственных привилегий, виновата именно она. По одной из версий, еще в 70-е на правительственном приеме дочь Брежнева Галина разговаривала с супругой Горбачева с пренебрежением. Раиса Максимовна якобы затаила обиду и мстила, как могла. Раиса Максимовна решила переселить. У нее отобрали. Машины у нее не было. И она жила на квартире. Раиса Максимовна играла свою активную роль, большую роль. Так ли было на самом деле неизвестно, но Виктория Петровна имела все основания верить слухам. В быту она сама не раз пользовалась влиянием на мужа. Когда после смерти Хрущева его вдову Нину собирались лишить доступа к кремлевской больнице, Брежнева замолвила за нее словечко перед Леонидом Ильичом и приказ отменили. Нине Петровне хотели отказать от всех небольших привилегий, которые полагались ей как вдове. Но тут мешалась жена Брежнева. Именно жена Брежнева добилась того, чтобы через мужа, естественно, Леонид Ильича, чтобы Нина Петровна сохранила дачу, на которой она жила, и какие-то там привилегии. По нынешним временам небольшие совсем, которыми пользовалась такая партийно-советская номенклатура. Виктория Брежнева наверняка не раз вспоминала октябрьский день 1964 года. Во время отдыха в Карловых Варах они вместе с женой Хрущева гуляли по аллеям санатория, когда той пришло известие об отставке мужа с поста первого секретаря ЦК и о его внезапном преемнике, Леониде Брежневе. Нина Петровна шутила. Теперь не я вас, а вы меня будете приглашать на приемы и в театр. Только в Москве она осознала всю серьезность положения. С ней случился нервный срыв. Бывшая первая леди СССР наотрез отказывалась покидать госдачу в поселке на Ленинских горах. Не могла смириться. Она слишком долго взбиралась на вершину, чтобы так стремительно с нее упасть. Вот фраза такая, которую повторяла не раз и Нина Петровна, а затем почему-то и Виктория Петровна Брежнева, что мы не просто из народа, мы и есть простой народ. Вот эта вот фраза была любимая, что вот мы поднялись из самых низов. Как известно, чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта, да помотаться с ним по гарнизонам лет 20. Это применимо и к судьбе жен советских лидеров. Все они прошли путь к успеху вместе с мужьями. Многим пришлось пережить непростые времена. Бесценные кадры кинохроники сохранили нам живые черты самого близкого Ильичу человека, Надежды Константинны Крупской в ее повседневных заботах и рядом с Владимиром Ильичем. Открывает список советских первых леди Надежда Крупская. Хотя, как шутила она сама, правильнее было бы назвать ее первой оборванкой. Начало совместной жизни с Владимиром Ильичем прошло в ужасно стесненных условиях. В их съемном углу не было даже мебели. Партия выплачивала гроши, и Крупская с Лениным были вынуждены подрабатывать переводами с иностранных языков. Надежда Константинна Крупская. Соратник, жена и друг Владимира Ильича Ленина. Дети обращались к ней, как к родному человеку. Когда Ленин пришел к власти, Крупская не отказалась от работы и не превратилась в домохозяйку. Она получила должность заместителя наркома просвещения. Создавала систему детского образования в стране. Активно участвовала в общественной и партийной жизни. После смерти Ленина его супруга вступила в политическое противостояние со Сталиным, но проиграла. Она не была просто женой вождя, она была личностью, которая и в свое время Ленину помогала, и после его смерти сама представляла собой вполне такую самостоятельную единицу. Супруга Сталина, Надежда Аллилуева, тоже не искала для себя судьбы домохозяйки. Чтобы избежать излишней опеки мужа, она устроилась работать в секретариат Ленина. А когда Ленин умер, Аллилуева стала искать новое поприще, освоила профессию редактора. Надежда не боялась спорить со Сталиным и по политическим вопросам. Она видела, что происходит. А это и голод, это разруха. Все это она видела. Она видела возвеличивание Сталина. И, в общем-то, насколько я знаю, делала какие-то замечания, попытки. Он свирепел, он сразу, так сказать, он терпеть не мог такие разговоры. И тем не менее она ему напоминала. В ответ Надежда обычно слышала. Ты ничего не понимаешь. Это не женское дело. Вечером будут гости. Подумай лучше о застолье. Застолье Аллилуева ненавидела. Строптивость Аллилуевой приводила к скандалам, иногда прилюдным. Последней каплей стало оскорбительное обращение Сталина за кремлевским столом в честь очередной годовщины октября. Сталин якобы грубо крикнул жене. Эй ты, пей! И для привлечения внимания швырнул в лицо тем, что попалось под руку. То ли окурком, то ли комочком из хлебного мякиша. Надежда резко ответила. Я тебе не эй! И выскочила из комнаты. После этого, по воспоминаниям Молотова, она некоторое время гуляла с его женой Полиной Жемчужиной и жаловалась ей на тяготы жизни со Сталиным. Под утро Аллилуева застрелилась. С Никитой Крущевым его будущая жена Нина Кухарчук познакомилась в 1922 году на рабфаке Донтехникума. Как преподаватель, она читала лекции по политэкономии, а он учился. За плечами у Нины был уже серьезный опыт. Она работала в большевистском подполье в Одессе, затем ее отправили на польский фронт агитатором при воинской части. Бабушка Нина, до того, как они познакомились, она и самокрутку могла выкурить, и выпить со своими солдатами, потому что она участвовала в гражданской войне. И он ей говорил, как тебе не стыдно, да ты что, я председатель общества трезвости, а ты тут, ты мне портишь всю репутацию. 1943 год. Редкие кадры. Никита Хрущев, в тот момент первый секретарь ЦК Компартии Украины. Жена целует его, провожая на аэродроме. Будущей первой леди СССР тогда было 43 года. Днем она руководила отделом агитации и пропаганды на электрозаводе имени Куйбышева. После работы учила английский на вечерних курсах. А еще воспитывала шестерых детей. В семье было трое своих. Двое от первого брака Хрущева и дочь погибшего на войне сына Никиты Сергеевича Леонида. Нина Петровна очень строго детей воспитывала. Она мне все время говорила, ты Хрущева, сделаешь хорошо, скажут, что ты Хрущева. Сделаешь плохо, вообще тебя сравняют с ними. Леонид Ильич свою будущую супругу встретил в молодости. Им обоим тогда не было и 20 лет. Виктория Денисова и Леонид Брежнев познакомились в Курске в общежитии на танцах. Она училась в техникуме на медсестру, он на землемера. Парень Вике сразу понравился. Высокий, яркий. Провожая домой, читал наизусть Есенина и Мережковского. Раздражала только прическа с косым пробором. Девушка предложила ему подстричься по-другому. Придумала новый образ, который Брежнев не менял до конца жизни. После трех лет ухаживаний Виктория согласилась выйти замуж за Леонида. Родились дети, дочь Галина и сын Юрий. В их воспитании отец участия почти не принимал, пропадал на партийной работе. Леонид Брежнев в те годы руководитель областной партийной организации. Его энергия, неистащимый оптимизм были очень нужны тем. Звезды Кремля Виктория Брежнева увидела не сразу. Вместе с мужем сначала они переехали на Украину, потом в Молдавию, затем в Казахстан. Верная Витя, так звал жену Брежнев, все время была рядом. Она была очень хорошая жена. Леонид же тоже пришел домой, надо же чего-то такое, там, он, дечить его, там, кормить. Она была такая домашняя тетя. Поэтому они и дети ее очень любили, и он, потому что вот это был тыл. Жилищный вопрос перед кремлевскими женами, разумеется, не стоял. В первые десятилетия советской власти семьи высших должностных лиц страны жили в Кремле. Здесь были квартиры Ленина и Крупской, Сталина и Аллилуевой. Потом потихонечку всех членов Политбюро оттуда выселяли, членов ЦК тем более. Последний, кто оттуда уехал, это был Ворошилов. Когда к власти пришел Хрущев, для членов Политбюро на Ленинских горах построили дома с видом на Москву-реку. Это прекрасные дома. Фасадной частью они выходят на проспект Косыгина, а задней части они спускаются в парк, который примыкает прямо к Москве-реке. То есть ты живешь с одной стороны в городе, в центре Москвы, а с другой стороны живешь в загородных условиях. Кроме квартиры, советским руководителям полагались также государственные дачи. Первым в загородной резиденции поселился Владимир Ленин. Для жилья он выбрал горки, усадьбу ранее, принадлежавшую вдове-фабриканта Саввы Морозова. По воспоминаниям Крупской, после коммуналок она не знала, куда в этом огромном дворце себя деть, поэтому выбрала самую маленькую комнату. У Сталина было около двух десятков дач по всей стране, из которых больше всего он любил ближнюю в районе Кунцево. Семья Брежневых жила на даче Заречья 6 в Одинцово. Все вещи на государственных дачах имели инвентарные номера. Стулья, вазы, чайный сервис и любая другая мелочь тоже принадлежали государству и прилагались к должности мужа. Уборка ложилась на плечи горничных, на кухне работали повара, продукты привозили из спецраспределителей. Дефицитные колбасы, икра, импортные фрукты. Были хорошие очень дачи. Хорошие с какой точки зрения? С нашей, с той, с советской. Они были хорошо обставлены, да, наверное, румынской мебелью, понимаете, которую сейчас, наверное, не все бы стали покупать. Было одно огромное преимущество. У них была возможность не стоять в очередях. У всего остального Советского Союза, даже у людей богатых, такой возможности практически не было. Важная вещь для любой хозяйки. Книга о вкусной и здоровой пище. Советский аналог дореволюционной кулинарной книги Елены Малаховец. Тираж миллион экземпляров. Увесистый фолиант. А набор продуктов. Крабы, артишоки, осетра, цветные вклейки. Гастрономическое изобилие, которого на прилавках, увы, не существовало. Виктория Брежнева была из тех счастливец, кто мог приготовить любое блюдо из книги, не думая, где достать необходимые ингредиенты. Готовила она лишь иногда по желанию. Больше всего Леонид Ильич любил ее разнообразные борщи. Холодный и горячий, постный и на мясном наваре. По воскресеньям Брежневы собирались вместе. По выходным приезжала дочь Галина с мужем Юрием Чурбановым. Присутствовали обычно доктор, медсестра и горничная. За работой поваров Виктория Петровна следила внимательно. Говорила, то, что вы на курсах прошли, хорошо, но это ресторанная еда, а в пищу всегда нужно добавлять чуточку души. Дома главной была она. Отвечая на любой бытовой вопрос, Брежнев отмахивался. Спросите у Вити, она знает. Старались сделать все для того, чтобы было спокойно, в порядок в доме, понимаете. Обедали, ужинали, они все вместе, за одним столом. Когда там собиралась вся семья, они все за одним столом обедали. Виктория Брежнева не любила выхода в свет, избегала публичности. Такими же непритязательными были ее ближайшие подруги, по совпадению, будущие первые леди страны, Татьяна Андропова и Анна Черненко. Обе они в период недолгого правления мужей тоже оставались в тени. При этом Татьяна не всегда была замкнутой. Она любила и красивые наряды, и гостей, и светские приемы. Но в 1956-м в Будапеште, где Юрий Андропов служил послом, Татьяна оказалась свидетельницей кровавых событий во время венгерского восстания. Я очень часто бывал в Венгрии, очень часто. И вот мне, мои знакомые венгры, показывали место около посольства тогда СССР в Будапеште, и вот, говорят, здесь, вот на таких крюках, висели ингерские сторонники режима Хрущева. И их было много, и они просто вот так на ветру качались. Там, показывали мне они, там через улицу или через дверь, висели повстанцы. Это была борьба не на жизнь, а на нас. Потрясение не прошло бесследно. Андропов берег супругу, не настаивал на ее выходах в свет. Поэтому даже его совместных фотографий с Татьяной мало. Жена Юрия Владимировича очень много перенесла, и вот то перенесенное осталось у нее в сердце. Что было с душой, я не знаю. Она вот подавляла в себе ту боль, что она видела, а это, видимо, не удавалось. В семье Константина Черненко от публичности его старалась уберечь супруга Анна. Она понимала, что муж нездоров и была против его избрания генеральным секретарем. А когда это случилось, и в спальню нового лидера провели правительственную связь, Анна Дмитриевна намеренно ложилась с той стороны кровати, где стоял телефон. Она была очень против того, чтобы его везде таскали в таком состоянии. Она пыталась его как-то оберечь и противилась того, чтобы его заставляли делать то, что ему уже не по силам, то, что повредит его здоровью, то, что приведет к тому, что наступило в конце концов. У руля страны Константин Черненко пробыл всего 13 месяцев. Анна пережила его на четверть века. Что же менялось в судьбе первых леди, когда они теряли свой неофициальный статус? На людях вне домашнего круга Виктория Брежнева была застенчива, неразговорчива. Официальные обязанности жены главы государства для Брежневой были мучением. Иногда она сопровождала мужа во время иностранных визитов. Ездила в Индию, встречалась с Дживахарлалом Неру, посещала Францию. Октябрь 71-го года. Леонид Брежнев с услугой в Париже. Не любила я эти поездки, и если можно не ехать, не ездила. Ничего в них не видишь. Сидишь в машине и слышишь экскурсовода. Повернитесь направо – Эйфелева башня, налево – собор Парижской Богоматери. А выйти и провести хоть полчаса в соборе нет времени. Все по верхам. Я так не люблю. Воспоминания Виктории Брежневой из книги Ларисы Васильевой «Кремлевские жены». На ее присутствие почти не обращала внимания пресса. Неприметная женщина с проседью, без макияжа, в скромном платье, фурора не вызывала. Первая леди эпохи застоя не имела страсти ни к дорогой одежде, ни к украшениям. Такая скромность в одежде и так далее, но чувствовалась искренность. Это самое главное, понимаете? Когда мы поднимаемся наверх, то мы меняем одежду, но мы не можем менять себя. Мы не поменяем свое нутро. Впервые обращение первой леди было использовано в 1849 году, когда 12-й президент США Тейлор назвал так жену 4-го президента Джеймса Мэдисона Долли на ее похоронах. Позже термин стали использовать и в других странах. Из всех американских первых леди Виктория Брежнева больше всего походила на Бесс Трумэн. Пока президент Гарри Трумэн решал дела в Вашингтоне, его жена жила в родном Индепенденсе в штате Миссури. В роли хозяйки Белого дома Миссис Трумэн дала лишь одну пресс-конференцию, за что получила прозвище Бесс Бесс Комментариев. Но далеко не все первые леди только лишь примеряли наряды и воспитывали детей. Во времена Мэйми Эйзенхауэр представительские расходы Белого дома выросли в разы. На приемах первой леди вершились судьбы мира. Гораздо шире протокольных понимала свои обязанности и супруга Линдона Джонсона Клаудия. Она занималась благоустройством городов и новыми дорогами. И Леонора Рузвельт активно вмешивалась в политические дела. Однако в Советском Союзе такое положение вещей было немыслимым. У нас в стране хозяек Кремля не было. Я думаю, что их никогда и не было вообще. Ну, по крайней мере, со времен советской власти. Потому что не претендовали жены наших руководителей на такую роль. Никита Сергеевич Хрущев впервые вступает на американскую землю. Его приветствует президент Эйзенхауэр. Вместе с Никитой Сергеевичем приехала супруга и другие члены его семьи. Впервые мир увидел жену советского лидера в сентябре 1959 года. Первый секретарь СССР Никита Хрущев прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Согласно протоколу, в поездке его сопровождала супруга Нина Петровна. У нее была очень скромная внешность. Да, такая улыбчивая, простая. Тетя с круглым лицом, с немножко, по-моему, нос картошечкой. Ну, в общем, такая вот. Производила впечатление добродушной, потому что у нее такая улыбка была хорошая. При простоватом облике сельской труженицы жена советского лидера легко поддерживала светскую беседу. А то, как она разбиралась в экономике, оценил глава дома Рокфеллеров. На ее фоне Хрущев, если он говорил, он говорил по-деревенски, это были в основном лозунги. Он мог как-то угрожать, стучать ботинком по трибуне, может быть, какие-то руки поднимать вверх. Но это было все очень, так, немножко пафосно и не очень интеллигентно. А вот она как раз отличалась определенной интеллигентностью, причем ярко выраженной. Поначалу Нина Петровна отказывала журналистам в интервью. Говорила, что не является важной особой, во всяком случае, на ее родине. О женах ответственных лиц газеты обычно не пишут. Нина Петровна, она была рядом, но всегда на втором плане. Говорит, что это была очень добрая, совершенно замечательная женщина. Но настойчиво репортеры добились своего. И пока Никита Хрущев осматривал ферму в Мэриленде, его супруга дала целую пресс-конференцию. Выдержала столпотворение журналистов и беспрерывное щелканье фотоаппаратов. Добрые, слегка прищуренные глаза госпожи Хрущевой и ее заразительная улыбка в значительной степени помогли растопить враждебность, цинизм и отчужденность. В сознание американцев она вошла как мать и женщина, имеющая внуков, а не как жена могущественного человека. «Нью-Йорк Таймс, 1959 год». Через два года в Вене первая леди СССР провела много времени в обществе первой американской леди Жаклин Кеннеди. Ну, по сравнению с первыми леди Запада, конечно, она проигрывала внешне. Но, тем не менее, даже иностранцы отмечали, да, вот эта доброта на лице Нины Петровны. Она вызывает такое желание обнять ее, ну, обратиться к ней как к бабушке, к родной. Жаклин Кеннеди оценила свою собеседницу очень высоко. Позднее в мемуарах она оставила трогательную запись о той встрече. Пожилая дама с умным, насмешливым взглядом выглядела куда элегантнее, чем наши, в опереточных мехах и фальшивых бриллиантах. Ее платье было отлично сшито из очень дорогой ткани, а настоящие бриллианты с достоинством выглядывали из скромного кружевного выреза. Из мемуаров Жаклин Кеннеди О том, что далеко за океаном жена Хрущева стала публичной фигурой, советские граждане даже не догадывались. В газетах ее фотографии мелькнули лишь несколько раз. В СССР она занималась только домашними делами. Еще большая роль хранительницы очага устраивала Викторию Брежневу. Она, например, любила ходить на рынок и тяготилась, что статус первой леди больше не позволяет ей самой выбирать продукты, как она привыкла. Жен генсеков почти никогда не показывали по телевидению. И когда вдруг в середине 80-х новая первая леди Раиса Горбачева стала появляться в выпусках новостей, это вызвало удивление. В отличие от своих предшественниц, Раиса Горбачева вжилась в роль первой леди так легко, будто готовила себя к ней всю жизнь. Мы так все гордились тем, что у нас появилась действительно первая леди, которая ничем не уступает западным образцам. Она великолепно одевалась, одевалась так, что, ну, просто дух захватывало, со вкусом, у нее была хорошая фигура, она знала свои достоинства, все это демонстрировалось. И вначале народ балдел от того, что «наш-то не хуже». она сопровождала мужа не только за рубежом, но и во время поездок по стране. Везде у Горбачевой была своя программа – посещение музеев и школ, встречи, обеды, интервью. Раиса – это уже был новый образ жены советского руководителя. Когда стали появляться кадры, когда, допустим, Горбачев в нарушении протокола выходил там из машины, встречался с нашими гражданами, беседовал, и она всегда выходила, то есть старалась тоже присутствовать при этих беседах, что-то вставляла, какие-то слова. Иногда удачно, иногда бывало неудачно, что раздражало людей. Вот с этого начиналась вот эта вот нелюбовь. С будущим мужем они познакомились еще студентами во время учебы в МГУ. Когда Горбачев руководил Ставропольским краем, его жена работала в местных институтах. Преподавательский опыт не прошел даром, но сыграл с Раисой Максимовной злую шутку. Все время вот такой лекционно-назидательный тон у нее был. Вот это стало народ раздражать. Пошли разговоры о том, что она, видимо, советы Михаилу Сергеевичу дает. «Что я делаю не так? Вроде же все по протоколу», спрашивала близких Раиса, переживая из-за неприязни к себе, не чувствовать которую было невозможно. Мало кто тогда оценил ее общественную деятельность по достоинству. Раиса Горбачева содействовала основанию Советского фонда культуры, помогала работе фонда «Помощь детям Чернобыля» и Международной благотворительной ассоциации «Гематологи мира детям». Она активно интересовалась всеми процессами в стране. В семьях первых лиц отношения между супругами отнюдь не всегда складывались легко и просто. Какие же тайны скрывали первые леди СССР? О чем они могли рассказать только самым близким? И с чем приходилось мириться к женам руководителей страны? В Советском Союзе образцовый член коммунистической партии должен был обладать безупречной репутацией. Если женился, то жена одна и до гробовой доски. Но в жизни все редко складывается по правилам. Ленин, помимо Крупской, был связан отношениями с Инессой Арман. На заре своей карьеры будущий председатель КГБ и генсек Юрий Андропов развелся с первой женой Ниной Янголычевой, хотя это не поощрялось. Это человек с большим количеством загадок, оставшихся и неразгананных, и которые не будут разгаданы. Он очень любил свою первую жену, но почему-то ее бросил, и написав, как мне кажется, оскорбительное письмо, что я прошу развода, а у него было уже двое детей от первой жены, он женился на второй. Супружескую верность нельзя поставить в заслуги и Леониду Ильичу. С войны он вернулся с фронтовой подругой, медсестрой Тамарой Лаверченко, и хотел развестись. По слухам, он завел ее в дом и тут же ретировался из квартиры, надеясь, что женщины сами разберутся. Но Виктория проявила характер. Развод не дала. Пригрозила пойти в портком и заявить о недостойном моральном облике члена КПСС. Для амбициозного Брежнева домашний скандал мог обернуться концом карьеры. Леонид Ильич смирился. Самой же Виктории Петровне приходилось закрывать глаза на любвеобильность мужа. Ну, были, конечно, вылазки к знакомым дамам. Это тоже имело место. Последним увлечением генсека стала медсестра Нина Коровикова. Брежнев везде брал ее с собой. Распорядился выделить ей трехкомнатную квартиру. Ее мужа сделал генералом. В одном из интервью много лет спустя бывшая медсестра отрицала, что была в близких отношениях с генсеком. Но обмолвилась о том, что напоминала ему фронтовую подругу. Нина приносила Брежневу сильнодействующие препараты, успокоительные и снотворные, без которых он уже не мог обходиться. Он вообще не менял никого, понимаете? Он старался как можно дольше держать у себя людей. Он к ней привык. Она давала часто таблетки. Он пользовался ими. 1982 год. Умер Леонид Ильич Брежнев. Виктория Петровна тяжело восприняла эту новость. Держалась на лекарствах. Три дня сидела у гроба в колонном зале. Вскоре вышло постановление Совета министров СССР о материальном обеспечении его семьи. Поначалу казалось, в быту ничего не изменится. Джентльменский набор чиновников высшего ранга. Спецзаказы, спецраспределители, спецбольницы, спецсанатории. Приставка «спец» объясняет, кому полагались все эти блага. Особому, весьма узкому кругу лиц. Помимо самих начальников и партийцев, в него входили члены их семей. И после смерти генсеков их вдолы сохраняли привилегии за собой. Все закончилось с приходом к власти последнего генерального секретаря ЦК КПСС. Михаил Горбачев прервал традицию. Приходит Горбачев. И вот здесь начинается история борьба с привилегиями. Если у нее была пенсия там 600-700 рублей, у Брежнева, то это превращается в 300 рублей. Первой особых льгот лишилась Виктория Брежнева. Когда ее попросили освободить государственную дачу, она подчинилась безропотно. Хотя, как отмечали знавшие ее люди, была обижена. Переезд из служебного жилья бывшим первым леди давался особенно тяжело. Так же было с Ниной Хрущевой. Просила, умоляла, чтобы оставили еще на какое-то время. Запретили. Да, это могло быть, ну, каким-то стрессом, когда те люди, которые кланялись перед ней, и по-хамски вели себя, выживая ее с дачи. Взамен Чите Хрущевых предоставили дом в подмосковной деревне Жуковка, популярной у элиты. Неподалеку располагались дачные поселки Совета министров СССР и ЦК КПСС. В разные годы здесь жили авиаконструктор Александр Яковлев, академики Андрей Сахаров и Владимир Челомей, министр культуры Екатерина Фурцева. Сохранились редкие кадры. Отставной советский лидер разбирает рассаду. Бывшая первая леди сушит на веревке белье. Тяжело было привыкнуть к новому образу жизни. И дело не только в том, что он становился скромнее. Кардинальным образом менялось отношение окружающих. Многие друзья исчезали, будто не существовали вовсе. Другие переставали узнавать при встрече и здороваться. Это был, по-моему, 68-й год. Естественно, уже Никита Сергеев 4 года как снят. Со своего поста уже пенсионер 4 года. И вот она появилась. Это в театре мы увиделись. И как было омерзительно, когда я увидел многих работников ЦК КПСС, там, других деятелей государственных, как они все дружно стали показывать, что они не знают ее. Только после отставки Никиты Хрущева выяснилось, что с Ниной Петровной они жили в незарегистрированном браке. Официально Хрущев и Кухарчук поженились уже на пенсии в 1965-м, когда потребовалось уладить юридические формальности. Нина Хрущева умерла 13 августа 1984 года, пережив не только мужа, но и сменившего его Леонида Брежнева. Вдове Леонида Ильича повезло меньше, чем ее предшественнице вдове Хрущева. Когда вектор политической жизни сменился, заступаться за Викторию Петровну было некому. Виктория Петровна, она стала жертвой такой эпохи переходного периода. Конечно, ее очень обижало, и я бы мог даже сказать, убивало то, что вот ту эпоху, в которой правил ее муж, называли эпохой застоя, что неверно. Верно относительно, может, последних 4-5 лет. И она очень и очень переживала, что после смерти мужа все его заслуги, они же были, да, тогда их просто затоптали и не вспоминали. В 1991 году, после распада СССР, в Апале оказался уже сам Михаил Горбачев. Инициатором этого разлома был бывший генеральный секретарь СК КПСД, а ныне миллиардер Горбачев. Его супруга Раиса тоже тяжело переживала расставание с привилегиями. В какой-то момент пенсия мужа составляла всего 2 доллара в месяц. Правда, затем ее индексировали. Выручали заработки Горбачева, лекции за границей хорошо оплачивались. Но ни деньги, ни связи не могли спасти Раису Максимовну от смертельного недуга. Когда Раиса Горбачева умерла от рака в 1999 году, и Горбачев получил много-много телеграмм, писем, соболезнований, звонки были, и он тогда сказал, неужели вот надо обязательно умереть, чтобы вернуть любовь гражданам. Виктория Петровна Брежнева последние годы жизни провела практически в одиночестве. Женщина, которая была первой леди СССР почти 20 лет, доживала свои годы с обычным серым пенсионным удостоверением, как у всех советских стариков. Спецбольницы Виктории Брежневой больше не полагались. Вместо правительственной машины с личным водителем – общественный транспорт. Рядом только две немолодые помощницы по дому, которые работали на Брежневых четверть века. Виктория Петровна никого не принимала и никуда не выходила из квартиры. Подолгу сидела за пустым столом и слушала пение волнистых попугайчиков. На стенах висели чучело оленей, охотничьи трофеи покойного супруга. И его портреты – как последнее напоминание о прежней жизни, такой, казалось бы, устроенной и стабильной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова